Только объединенные усилия в борьбе с террором дадут результат. И осознание этого факта, наконец, приходит ко всем мировым лидерам. Сегодня Владимир Путин сделал ряд важных заявлений по итогам встречи G8 в Турецкой Анталии. По словам президента, разведка фиксирует, 40 стран дают деньги бандитам и убийцам из террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в России. И некоторые из них входят в престижный клуб G20. Сегодня решали, как перекрыть эти кроваво-финансовые потоки. Что же касается операций в Сирии, президент сообщил, России удалось наладить контакты с вооруженной сирийской оппозицией. Это может серьезно изменить положение на фронте в борьбе против террористов ИГИЛ. Подробнее обо всем в репортаже Павла Пчелкина. Работа саммита и двусторонние встречи в Анталии, похоже, оставили у Владимира Путина хорошее впечатление. К журналистам он приехал в отличном настроении, хотя была заметна и усталость. Ведь встречи между заседаниями следовали почти непрерывно в течение двух дней и даже вчера ночью. Конечно, президента спросили, изменилась ли атмосфера на переговорах с западными лидерами за год с прошлого саммита. Никаких не было проблем ни тогда, ни сейчас. Хотя, конечно, отношения были более напряжены, более напряженным, чем сегодня. Это, конечно, чувствуется, это правда. Но жизнь идёт вперёд, всё меняется, возникают и новые проблемы, и новые угрозы, и новые вызовы, которые трудно решать в одиночку. Кому бы то ни было, нужно объединять усилия. Мы никогда не отказывались от добрых отношений с нашими партнёрами ни на Востоке, ни на Западе. И те односторонние меры, ограничивающие наше взаимодействие по различным управлениям, были инициированы не нами, а нашими партнёрами. Если сейчас наши партнёры считают, что настало время как-то менять наши отношения, то мы будем это приветствовать. Мы никогда не отказывались от совместной работы и двери не закрывали. Но мне показалось, что действительно, во всяком случае, на экспертном уровне, на уровне обсуждения проблем, есть явная заинтересованность в том, чтобы возобновить работу по очень многим направлениям, включая и экономику, и политику, и сферу безопасности. Журналисты напомнили, что ещё совсем недавно Россию критиковали за её военную операцию в Сирии. Якобы мы наносим удары не по ИГИЛ, а по так называемой умеренной оппозиции. Сейчас такой критики почти не слышно. Заметил ли президент эти изменения во время своих встреч? В общем и целом, она как-то немножко, эта критика, ну почти не звучала, так скажем. Да и трудно нас критиковать-то. Когда нам говорят, вы бьёте не туда, а мы говорим, скажите, куда, назовите цели, нам не дают. Мы бьём не туда, скажите, куда не надо, тоже не дают. Ну как нас критиковать-то? Поэтому, ну мы, знаете, я не хочу ёрничать на этот счёт. Как ни странно, есть и свои резоны в этом, и свои причины. И одна из них, я вам скажу сейчас прямо, заключается в том, что нам боятся давать территории, по которым не надо наносить удары, опасаясь, что именно туда мы будем удары наносить, что мы всех обманем. Видимо, о нас думают, исходя из своих собственных представлений, о порядочности. Но я могу подтвердить, что мы сейчас, что называется, на поле боя установили контакты с частью, конечно, не со всей, но с частью так называемой непримиримой, даже вооружённой сирийской оппозиции, которые сами нас просили не наносить удары по тем участкам территории, которые они контролируют. Мы достигли этой договорённости и исполняем их. Более того, вот эта часть вооружённой оппозиции считает возможным начать активные боевые действия против террористических организаций, прежде всего, против ИГИЛ. В случае нашей поддержки с воздуха. И мы готовы оказать им эту поддержку. Если это произойдёт, то это значит, что армия президента Ассада с одной стороны и вооружённая оппозиция с другой борются с общим врагом. Мне представляется, что это может стать хорошей базой, хорошей основой для последующей работы и на площадке политического урегулирования. Нам очень нужна помощь и поддержка Соединённых Штатов, европейских стран, Саудовской Аравии, Турции, Ирана, для того, чтобы этот процесс сделать необратимым. И ещё совсем непраздные вопросы. Возможно ли сегодня создание реальной коалиции против ИГИЛ? Насколько Запад готов двигаться в этом направлении? Я думаю, что это не только можно, но и необходимо сделать. Я же говорил об этом и на генеральной сессии ООН, посвящённой 70-летию создания организации. Именно об этом ведь я и говорил. И трагические события, которые за этим последовали, только подтвердили нашу правоту. А как это должно выглядеть? Ничего сложного здесь нет. Нужно наладить конкретную работу по предотвращению террористических актов, предупреждению и борьбы с терроризмом в глобальном масштабе. Мы же предложили сотрудничество на анти-ИГИЛовском направлении. К сожалению, наши партнёры в Соединённых Штатах на первом этапе ответили отказом. Они просто в письменном виде направили ноту, сказали, что и там написано. Мы отклоняем ваше предложение. Но действительно, жизнь развивается, причём очень быстро, и часто преподносят нам уроки. И мне кажется, что сейчас всё-таки осознание того, что эффективно бороться можно только вместе, приходит ко всем. Мы никогда не закрывали двери для этого сотрудничества. Полагаем, что это сотрудничество может быть налажено и на политическом уровне, и на уровне спецслужб, которые должны активнее друг к другу работать, обмениваться информацией, помогать друг другу и предупреждать друг друга об опасности. Президент раскрыл очень важные подробности переговоров в рамках «Двадцатки». Ещё в своём выступлении в ООН Путин говорил, что нужно срочно перекрыть каналы финансирования экстремистов. И вот уже здесь, на саммите, по словам президента, шёл обстоятельный разговор о том, как это сделать. Я приводил примеры, связанные с нашими данными о финансировании физическими лицами различных подразделений ИГИЛ в разных странах. Финансирование, как мы установили, идёт из 40 стран, причём в том числе из некоторых стран «Двадцатки». Обсуждали эту тему, обсуждали необходимость исполнения соответствующей резолюции Совета безопасности ООН, которая была, кстати говоря, принята по инициативе Российской Федерации по предотвращению и финансированию терроризма, и по пресечению незаконной торговли предметами искусства, которые террористы грабят в музеях, на тех территориях, которых захватывают, и по предотвращению незаконной продажи и получения доходов от нефти и нефтепродуктов. Более того, я даже продемонстрировал нашим коллегам наши снимки из космоса и из самолётов, на которых ясно показаны и видно, какие масштабы приобретает эта незаконная торговля нефтью и нефтепродуктами. Колонны на автомашин заправщиков растянуты на десятки километров, так что с высоты 4-5 тысяч метров они уходят за горизонт. Выглядит это как нефтепроводные системы. Поинтересовались журналисты и тем, как сейчас Запад воспринимает поддержку России и руководство Сирии в главе с Башаром Асадом, и какие перспективы у политического процесса в этой стране с участием оппозиции. К сожалению, от террористических атак никто не застрахован. Вот Франция относилась к числу тех стран, которые вообще занимали достаточно жёсткую позицию в отношении президента Асада лично. И мы слышали всё время от наших французских друзей, что предварительным условием для начала политических преобразований должно быть согласование вопроса об уходе президента Асада. Ну и что, это уберегло Париж от террористической атаки? Нет. Мне кажется, не нужно выдвигать вперёд вопросы, которые, по сути, являются второстепенными. Первое, что мы должны сделать, это объединить свои усилия в борьбе с террором и с террористическими организациями. И на этой базе договариваться о политических преобразованиях. О своих переговорах с президентом Турции Путин рассказал подробно и отметил, что Эрдоган, конечно, тяжёлый переговорщик, но человек очень опытный и разумный. По мнению российского президента, общие точки по урегулированию в Сирии уже найдены. Мы вчера с ним долго говорили и по двусторонним нашим отношениям, и по сирийскому урегулированию. Мне показалось, что всё-таки мы можем нащупать какие-то общие точки, которые позволят нам, оттолкнувшись от них, добиться общего успеха. Это, прежде всего, относится к тому, что президент Турции, как он вчера мне об этом прямо сказал, считает, что сирийский кризис может быть решён только политическими средствами, и нужно создать условия для продвижения этого политического процесса. Говоря о расследовании катастрофы российского лайнера в Египте, глава государства отметил, что следствие внимательно изучает все возможные версии специалисты, отметил он высококлассные, и нет сомнений, что истина будет установлена. Президент рассказал, что в рамках форума нечасто, но обсуждалась тема украинского конфликта. Он надеется, что у сторон противоборствующих там достаточно выдержки, чтобы сохранить перемирие на Донбассе. Раскрыл Путин и детали переговоров по решению проблемы украинского долга нашей стране. Украина получила от России суверенный кредит в 3 миллиарда долларов, который по международным правилам реструктурировать нельзя. Украина сейчас не в силах платить, а крайний срок до конца года. МВФ уговаривает нас пойти именно на реструктуризацию долга. Россия сделала встречное и неожиданное предложение. Мы не просто согласились с реструктуризацией украинского долга, а мы предложили лучшие условия этой реструктуризации, чем просил МВФ. Нас просили перенести этот платёж на следующий год в объёме 3 миллиардов. Я сказал, что мы готовы пойти на более глубокую реструктуризацию, готовы в этом году вообще не получать никаких денег, а в следующем году получить миллиард, в 2016-м, в 2017-м ещё миллиард, и в 2018-м ещё один миллиард. Но поскольку наши партнёры уверены, что кредитоспособность украинского государства будет расти, и у нас нет оснований сомневаться в том, что мы получим даже 3 миллиарда в следующем году, а если это так, то нет никаких опасений у наших партнёров выставить гарантии по этому кредиту. И мы попросили таких гарантий либо от правительства Соединённых Штатов, либо от Евросоюза, либо от одного из солидных международных финансовых институтов. Причём мы надеемся, что этот вопрос будет решён до начала декабря текущего года в силу определённого графика работы Международного валютного фонда. Саммит для России оказался вполне удачным. Западные лидеры явно сменили тон в отношении Владимира Путина. Более того, российский президент со своими инициативами по Сирии был в центре всеобщего внимания, и это заметили все. Похоже, Запад наконец услышал призывы России отбросить противоречия и вместе по-настоящему ударить по террористам. Сожаление вызывает лишь то, что отрезвление Запада началось лишь после кровавых терактов в Париже. Павел Пчёлкин, Александр Офшаров, Николай Волков, Первый канал, Белек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!